Когда мы начинали с вами читать послание Аристея, я пытался вам показать, что по жанру своему это не послание, а скорее Евангелие, благая весть. Благая весть о чем-то, что должен сообщить этот текст, некий рассказ, который должен быть благим, который должен о чем-то, кому-то что-то сказать. Мы знаем, что такое благая весть Бессара в устах Второй Исаии, пророка, безымянного пророка, писавшего под именем древнего пророка Исаии в VI столетии до христианской эры. Это весть о возвращении евреев в Иерусалим. Мы знаем, что такое благая весть в Евангелиях, которые так и называются, собственно, Евангелием на еврите Бессара. Кому обращена эта благая весть? Очевидно, что Второй Исаии обращает ее к Израилю. Не вполне очевидно, кому обращена благая весть в Евангелиях. По крайней мере, в Евангелии от Матфея Иисус, посылая своих апостолов, говорит им, на путь к язычникам не ходите, и в самаритянский город не входите, но идите к погибшим овцам дома Израилева. То есть, опять-таки, к израильтянам. Но когда евангелисты писали свои произведения, очевидно, что они уже направляли их как к погибшим овцам дома Израилева, так и к язычникам. И то, что Иисус поручает своим апостолам, это говорить, вот, приблизилась к Царствию Небесное. Такова благая весть, которую он собирается оповестить. Ну а что за благая весть и кому она обращена в послание Аристея? Очевидно, что это весть о переводе Торы на греческий язык. Кому эта благая весть обращена? Самый простой ответ – не получается. То есть, перевод Торы заказывает царь для своей библиотеки и посылает посольство в Иерусалим за переводчиками, толковниками, с тем, чтобы пополнить свою библиотеку. И в таком случае благая весть, казалось бы, должна быть обращена к язычникам. Тем более, что автор предположительно этого послания, на самом деле, это никакой не вельможа, это эллинистический еврей, но он заявляет, что якобы евреи поклоняются тому же самому богу, что и эллины, то есть Зевсу, и этот же бог охраняет царство Эптолемеев. То есть, по-видимому, обращено ко всем, и прежде всего к тем же самым эллинам, раз уж это на эллинском языке. Но, как мы увидим далее, это не совсем так. Мы уже подозреваем, что это не совсем так, когда мы читаем отрывок из этого произведения, которое называется обычно «Апология Торы», где речь идет об отделении Израиля от язычников. Вдруг неожиданно. После того, как нам объяснили, что царь египетский, в отличие от фараона Тора, он замечательный, что бог есть не бог Израиля, но бог всех, что царь египетский освобождает евреев из рабства. Вдруг после этого проповедь отделения и рассказ о том, как отвратительно и аморально ведут себя язычники, и от них надо обязательно отделиться. Но вслед за этим опять тональность меняется. Откуда и возникают многочисленные разговоры исследователей о том, что послание – это фрагментарно. То один жанр, то другой, то про одну речь, то про другое. И вот у нас появляется совершенно иной жанр. Только что у нас был жанр философского дискурса. Это вот апология Тора. А здесь другой жанр у нас начинается, начиная вот со 172-го параграфа. Откройте. И так Элязар, принесший жертву, избрав мужей для посольства, приготовив многочисленные дары для царя, отправил нас в сопровождении большого комбоя. Когда мы прибыли в Александрию, царя известили о нашем прибытии. Андрей и я были допущены во дворец, почтительно приветствовали царя и отдали ему письма от Элязара. И царь, считая важным, тотчас же познакомиться с присланными мужами, приказал отпустить всех остальных чиновников и пригласить этих мужей. Это показалось странным, так как прибывшие по служебным делам получают согласно обычную идиенцию царя на пятый день, а послы от царей и крупных городов на тридцатый день. Между тем и иудейских послов царю достоил большей чести, признавая превосходство пославшего их, отпустив лишних, по его мнению, лиц, гуляя поджидал, пока они придут и принесут ему приветствие. Мы с вами читали рассказ Медраши о приветствиях, которые приносят Моисея и Арон. Они приходят и вместо того, чтобы поздороваться, сразу говорят, отпусти мой народ, чем возмущает царя египетского. И тот им говорит, а вы чего, собственно говоря, подарки не догадались принести? И тут спрашиваете всякие хамские вещи. Но здесь, наоборот, все. Встреча у нас, видите, как совершенно замечательно происходит. Когда же послы пришли, неся с собой присланные царю дары и превосходный пергамент, на котором золотом было написано иудейскими буквами законодательства, а кожа была узмитной в выделки, и швы на ней были сделаны незаметными. То есть перед нами Сефир Тарат, так называемый. Царь, видев этих мужей, спросил их об этих книгах. Когда же они раскрыли свитки и развернули листы, то царь долго стоял и, раз семь поклонившись, сказал, «Благодарю вас, мужи, и более того, кто прислал вас ко мне, а еще более Бога, которому принадлежат эти слова». А когда мы все и прибывшие, и другие присутствующие, единодушно, единогласно воскликнули, да здравствует царь, он, исполненный радостью, начал плакать. То есть просто картина душераздирающая. Царь египетский, прообраз которого фараон, сентиментален, боголюбив и обожает Тол. «Его душевное напряжение и чрезмерная честь принуждают плакать и при радостных событиях», замечает автор этого послания. «Настоящий день вашего прибытия, говорит царь, я считаю великим, и он будет праздноваться нами ежегодно в течение всего времени нашей жизни. Ведь он совпал также с днем победы над морском сражении, одержанным именно над деконом. Поэтому я и желаю даровать сегодня с вами. Все у вас, да и у меня, есть с вами, будет приготовлено согласно вашим обычаям». В ответ на это послы выразили свою радость, и царь приказал отвезти ему лучшее помещение вблизи крепости и приготовить для всех пир. Значит, здесь у нас явно начинается некоторая трудность. Царь готовит пир для пословьи Зарусалима. Только что мы читали, что как бы кашрут специально создан для того, чтобы не смешиваться с богопротивными язычниками, не есть с ними одну пищу. А тут вдруг нам предлагает пир со смешениями в сущности. Вот стольник Никанор приказал приготовить угощение для каждого. И вот столько было городов, имеющих свои обычаи в пище пяти и ложи, сколько и завидующих этим слуг. То есть для всех у царя были свои как бы прибамбасы, поскольку известно, что в одном номе египетском не ели баранины, в другом еще что-нибудь такое. И согласно обычае, все приготовлялось таким образом, что все прибывшие к царю, не испытывая ничего неприятного, проводили время радостно. Это напоминает нам о вопросе, который задал Каллигула Филону Александрийскому, вы почему свинины не едите? И тот ему начал рассказывать про то, что действительно египтяне не едят, то или другие не едят это. Это у всех свои глупости. Так было послу, вступленные с этими, то есть иудистыми послами, так и заведующий этим делом Дорофея был человек весьма старательный. Ну вот, на ложах они возлежали. Все было согласно обычаям, какие соблюдали все прибывшие к нему из-заудий. Царь отказался от услуг глашатаев, жрецов и иных, возносивших обыкновенно молитву. То есть никаких языческих обычаев у нас не будет на этом периоде. И предложил прочесть молитву Елисею, который был старшим из прибывших с ним священников. И тот, став, произнес такую замечательную молитву. Содержитель Бог, да исполнит тебя царь всех благ, которыми он создал. В течение твоей жизни да не оскудевает все они у тебя, твоей жены, детей и всех твоих единомышленников. Вспомним, что жена царя – его сестра. То есть, опять, с точки зрения 18 главы Левита, вещь абсолютно богопротивная. Но что делать? Такие у них странные обычаи. Когда произнес это, поднялся шум и радостные клики, продолжавшиеся долгое время. После этого они перешли к наставлениям, приготовленными яствами. Наконец, выбрав удобный момент, после перерыва в виде, царь спросил занимавшего первое место. «Ибо за столом они были размещены по возрасту». «Каким образом он, то есть царь, может прочно сохранить царскую власть?» Тот, немного подумав, ответил. «Прощнее всего ты утвердишь ее в том случае, если всегда будешь подражать снисходительности Божией. Ибо, проявляя долготерпение и наказывая заслуживающих этому снисходительно, снисходить ничем они заслуживают, освободивших от зла и приведешь к раскаянию». Похвалив его ответ, царь спросил его соседа, «Как он может во всем поступать прекрасно?» Тот ответил, «Если будет соблюдать справедливость по отношению ко всем людям, если будет делать прекрасно, имея в виду, что каждая мысль ведома Богу и полагая в основу своего поведения – страх Божий, ты ни в чем не подрежешь». Здесь у нас начинается и долго-долго продолжается беседа царя с мудрецами, что опять-таки составляет необыкновенно специфический жанр греческой литературы, если только он принадлежит греческой идее. В греческой литературе нам известен жанр застольной беседы. Он восходит к замечательному диалогу Платона, который называется симпозиум, пир. Отсюда симпозиумы, которые устраиваются и в наше время, хотя чаще всего там не пируют, а читают скучные доклады. У греков симпозиум – это такой пир, когда, как следует наевшись и не испытывая уже голода, возлежащие пирующие передают друг другу чашу по кругу, и тот, кому приходит чаша, он произносит какую-нибудь речь на заранее заданную тему. Например, в пире Платона все произносили речи о любви. Естественно, что желательно было сначала поесть, а потом уже про все это говорить, потому что иначе могло попасть не в то горло, и тогда уже была бы икота, и было не до речей. Как и случилось, в частности, с одним из пирующих, с Эристофаном, великим комедиографом, пришлось ему даже пропустить свою очередь. Но здесь у нас нечто совсем другое. Здесь мудрецы отвечают на вопросы царя. Никто не передает никакую чашу. Царь задает вопросы, мудрецы благостно отвечают, царь со всеми соглашается. Царю сообщается некая мудрость, которая ему решительно неизвестна. Например, для того, чтобы укрепить свою власть, оказывается, нужно долготерпение, снисходительность в наказаниях, и это будет означать подражание воли Божьей. И много других таких способов, каким образом царь должен укрепить свою власть. Когда исследователь пытается найти некий образец такого рода жанра, то они вдруг оказываются достаточно далеко и от Александрии, и уж тем более от Афин, они оказываются в Индии. Из классической индийской литературы, из бирманско-палийского канона нами известно произведение «Вопросы Мелинды». Произведение этого сходит ко II веку до Нашеры, когда действительно был такой царь, жил-то был царь Мелинда. На самом деле звали его не Мелиндой, а Минандром. И он был царем греко-египетского царства. Это один из самых восточных последних осколков империи Александра Македонского. Некогда от селефтидского царства отделилось греко-бактрийское царство, охватывавшее часть Средней Азии, Афганистана, Ирана. Вот расширением этого царства было греко-индийское царство, столица которой, между прочим, называлось Александрия, где и родился этот самый Мелиндра. Мелинда, он же Минандр. И царь этот якобы беседует с мудрецом. Мудрец этот, на минуточку, буддистский монах. Задает ему всякого рода полезные вопросы насчет того, как ему укрепить свою власть и вообще, как ему жить и быть. Это мудрая беседа. Этот жанр в действительности восходит к встрече Эллина с индийцами. И встреча эта состоялась в сущности во времена Александра Македонского, во время похода Александра Македонского. Александр Македонский якобы встретился с гимнософистами, голыми софистами, голыми учителями. Были эти голые учителя, скорее всего, даже не буддистскими монахами, а брахманами. Звали одного из этих учителей Калан, и, соответственно, их сплошь и рядом дальше начали называть Каланами. Когда греки встретили затем евреев, то, вы помните, мы с вами читали один из отрывков, где автор уверял, что евреи – это вот так же, как у индусов Каланы, так у сирийцев-евреев, они вот иудеи, они вот якобы такие касты философов. В романе об Александре Македонскому, принадлежащем псевдоколисферам, это уже достаточно позднее римское время, есть масса таких вот рассказов о встрече с индийскими гимнософистами, но есть также и рассказы о встрече того же Александра Македонского с Диогеном Синопским. Это тот самый мудрец, который философ греческий, который якобы жил в бочке, на самом деле он действительно квартировал в большом сосуде глиняном из-под зерна, и ему Александр Македонский задавал всякие премудрые вопросы, тот им очень хорошо отвечал, довольный Александр Македонский его спрашивал, ну вот чем тебе угодить, я готов тебя вознаградить, на что Диоген Синопский ему отвечал, отойди, не загораживай солнце, вот этим ты мне угодишь. Вот такой вот интересный жанр. Что интересно, что этот жанр есть в талмудической литературе, он есть в трактате «Тамид», который мы переводили с Уридершовичем для нашей антологии, и там буквально сказано следующее, 10 вопросов задал Александр Македонский, старейшинам южной страны, спросил их, что дальше, небо от земли или восток от запада? Ответили старейшины, восток от запада, ведь когда солнце на востоке, всякий может смотреть на него, ну и так далее. Более интересные вопросы, которые он задал уже, о том, каким управить, что вполне похоже на вопросы, заданные Католемеем Филадельфом. Спросил Александр Македонский, старейшин южной страны, кто мудр? Кто мудр, ответили ему, тот, кто видит будущее. Спросил царь, кто зовется сильным? Кто силен, ответили ему, тот, кто побеждает свои страсти. Кто зовется богатым, спросил Александр, кто богат, ответили ему, тот, кто своей долей рад. А что должен человек делать, чтобы жить, уничтожить себя, а чтобы умереть, для этого следует передаваться в жизнь. Как снискать славу среди людей, презирать царя и власть. Мой ответ, сказал Александр, мудрее вашего, следует добиться милости царя и властей и спросить благо для подданных. Короче говоря, вместо того, чтобы угождать царю и рассказывать ему, как ему укрепить свое царство, эти самые мудрецы южной страны всячески дерзят. Так же, как дерзит Диоген Синопский, который, между прочим, был одним из основателей философии кинников или циников, то есть собак греческих, чума собака, которые гавкали на всех и рассказывали, что жизнь надо близко к природе, а уж царство – это вещь достаточно далекая от природы. Вот, вопреки этому скептическому, киническому, циническому настроению, здесь очень-очень благостная беседа, которая продолжается долго-долго, долго-долго. И очевидно, что в отношении царства Птолемеевского и царства вообще автор этого послания расположен крайне позитивно и считает, что все, чему ущет Тору, оно в сущности способствует укреплению этого царства. И таким образом, благая весть о переводе Торы, она дарована этому царству. И это царство должно поэтому праздновать каждый год перевод Торы. То есть, те, кто празднует это каждый год, это те, кому она дарована. И это царь и его царство. То есть, язычники. Язычники. После того, как эти самые толковники у нас вместе с царем выпили и закусили, наконец, после долгого-долгого виляющего в разные стороны повествования, автор этого послания переходит к сути дела. То есть, к собственному переводу Тора. Причем, он чувствует, что он затянул. Если вы помните, он и послание и введение к посланию затягивает и говорит, все, больше не будет. И то же самое и здесь. Долго-долго это беседа мудрецов с царем, когда он окончил свой ответ, очередной мудрец, надолго поднялись шумные радостные крики и так далее. Если я, филократ, был излишне подробен, пишет автор этого послания, то прошу в этом извинения. Короче говоря, он затянул. Ибо я необычайно удивлялся этим мужам, так как они медленно давали такие ответы, которые требовали много времени для размышления. Но лгать в повествовании не следует. Если бы я пропустил что-либо, то здесь это было бы неприлично. Короче говоря, терпите, пока я все расскажу. Но мы излагаем все так, как было, избегая совсем ошибок. Поэтому, признав силу и крестна речи, я постарался узнать об этом у тех, которые ведут записи всего, что происходит во время царских приемов и на перах. То есть он еще и на документы остановился. Ибо, как и ты знаешь, все речи и поступки царя с того момента, когда он начинает давать аудиенции и пока не ляжет спать, все это записывается согласно обычаю, так как это прекрасно и полезно. На следующий день до начала аудиенции прочитывается все, что было сделано или сказано царем в предшествующий день. Если окажется что-либо сделано не так, как должно, то сделано и исправляется. То есть еще и редактирует. И так, точно узнав об этом, как сказано у тех лиц, которые ведут записи, мы, зная твою любознательность, записали все. Через три дня, наконец, сообщает нам Аристейн, Диметрий, Диметрий Фалеровский, царский библиотекой, взяв послов-переводчиков с собой и пройдя по морской насыпи семь стадий по направлению к острову Форосу, перейдя затем мост, пришел к северной части острова. Здесь, собрав их в великолепном доме, построенном на морском берегу и расположенном в тихом месте, он предложил этим мужам исполнить дело перевода, так как все необходимое для занятий было приготовлено прекрасно. И они делали это, достигнув согласия друг с другом по всем пунктам путем справления сравнения и переводов отдельных лиц. А то, что они единодушно признали соответствующим подлиннику, было записано в таком виде Диметрием. И так нам рассказывает наконец, под самый конец в небольших словах, нам рассказывает о переводе. Переводу этому предшествует интересная процедура. Переводчики отправляются на остров Форос, тот самый остров, где стоял маяк, знаменитый Александрийский. И они при этом проходят по морской насыпи, то есть пересекают море якобы поспу, что нам кое-что напоминает. Напоминает нам случившийся во время исхода из Египта переход через Черное море, которое предшествовало, естественно, получению Торы. И здесь должно быть получение Торы, но только на греческом языке. Но только во главе переходящих не Моисей, посланный Богом, а Диметрием Фалерским, афинский философ. Дальше они на этом островке сидят в великолепном доме, в тихом месте. Все они перевозят и в результате достигают по всем пунктам путем сравнения переводов отдельных лиц полного согласия. Эта не очень понятная фраза затем развивается в последующей христианской традиции. Якобы эти самые толковники, 70 толковников, сидят в отдельных кельях, каждый из них целиком переводит всю Тору. И когда сравнили переводы, о чудо, они полностью совпадали. Что нам говорит о том, что сам этот перевод есть чудо, есть откровение. Это непростой акт литературного перевода с одного языка на другой. Утром они ежедневно приходили в дворец и приносили царю приветствие, отпускались после этого в свое место. «Когда же по обычаю всех иудеев они, омыв море руки, помолятся Богу, то переходят к чтению и переводу назначенного для каждого». Я спросил их о том, почему они молятся лишь после омовения рук. Они же объяснили, что это является свидетельством того, что они не сделали ничего дурного, его всякое действие совершается при помощи рук, прекрасно и благочестиво, все возводя к справедливости истины». То есть выясняется, что и мытье рук, которое в эту эпоху становится обязательным среди евреев, опять-таки имеет не гигиенический, а сугубо такой символический характер. Собираясь таким образом, как мы раньше показали ежедневно в этом месте, приятном вследствие спокойствия и ясности, они исполняли порученные в Жидеуме. Оказалось же, что перевод был исполнен в 72 дня, как будто это произошло намеренно. То переводчиков 72 человека и перевод в 72 дня, что тоже чудо. Когда перевод был окончен, Деметрий, собрав их в то место, где он был исполнен, собрав в то место, где он был исполнен, иудеев, прощевывал всем в присутствии переводчиков, которые снискали себе великую похвалу, и у народа, как виновники великих, по его мнению, благ. Похвалив точно так же Деметрия, они просили его сообщить перевод всего закона их начальника. Выясняется странная вещь. Вроде бы, перевод заказал царь для своей библиотеки, для которых он предназначен, и он же оплатил предприятие. А оказывается, он исполнен был не иудеев, и собрали иудеев александрийских. Когда свитки были прочитаны, то священники, старшие с переводчиками, представители общины, а также начальники народа, выступив, сказали, так как перевод исполнен прекрасно, благочестиво и вполне точно, то прекрасно было бы, чтобы он всегда пребывал в настоящем его виде, без всяких переделок. И так как все одобрили это предложение, то Деметрий приказал изречь согласно их обычаю прохлятие на тех, кто будет переделывать этот перевод, прибавляя к нему что-либо или совершенно изменяя написанное, или исключая что-либо. В этом случае они поступили прекрасно, когда перевод сохранялся всегда, пребывая вовеки. Это у нас почти дословная цитата из Библии, в частности, из Второзакония. Вот Второзаконие 4.2 «И не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Бога вашего, который я вам заповедую». То есть заповедь Торы, которая состоит в том, что от Торы нельзя не убавлять не прибавлять, она переносится на перевод Торы, на септуагинт, который тоже оказывается таким образом сакральным и охраняется сакральной же заповедью. «Когда царю было сообщено об этом, он весьма обрадовался, так как решил, что его намерение исполнено прочно. Ему также было прочитано все, и он весьма удивлялся разуму законодательства. Он спросил Деметрия, почему никто из историков или поэтов не подумал о том, чтобы упомянуть о столь великих делах, описанных в этом законодательстве. И тот ответил, потому что это законодательство священно и произошло от Бога. И некоторые из принимавших это оставили свое намерение пораженные Богом. То есть оказывается запрещено это переводить. Это сакральный тайный текст. Но вот когда этот текст был заказан царем Птолемеем Филадельфом, Птолемеем Вторым Филадельфом, то запреты были сняты и произошло чудо. При этом Деметрий сказал, что он слышал о Феопомпе, который лишился разума более чем на 30 дней за то, что желал рассказать кое о чем из тех отделов закона, которые ранее были переведены менее удовлетворительно. После же выздоровления он умолял Бога открыть ему, за что постигло его это несчастье. Когда же ему во сне было открыто за то, что он занимаясь излишним, желает сообщить нечистым людям божественное, то оставив это намерение, он таким образом выздоровеет. А Теодота, одного из поэтов Традиков, я сам слышал, что когда он захотел предложить кое-что записанное в этой книге в виде драмы, то получил Бельмана глаза. Предположив, что несчастье этого постигло его, он умолил Бога и в течение многих дней выстрелил. Короче говоря, не прикасайтесь к Торе нечистыми руками, не делайте переводов, если об этом вас не попросил Телемей Филадель Второй. Царь, услышав, как я сказал поэлистованию об этом от Деметрия, полниц и приказал усерднейшим образом позаботиться об этих книгах и сохранять их неприкосновенно. Попросив переводчиков, чтобы они почаще приходили к нему, когда вернутся в Иудею, он сказал, что справедливо полагает отправить их на родину. Если же они опять придут к нему, как и следует, он будет считать их своими друзьями, и они встретят с его стороны великий почет. Царь приказал сделать большие приготовления для отправления их, щедро одарив этих мужей. Ну, не будем рассказывать, какие подарки платья, кубки и прочее. Елизару также послал 10 лож. В общем, короче говоря, необыкновенный хэппи-энд. Все довольны, все счастливы. Итак, Филократ заключает Ристей свое послание. Ты имеешь согласно моему обещанию повестование. Я думаю, что оно будет приятнее для тебя, чем книги мифологов. То есть, никаких мифов, все правда. И ты одобряешь изучение того, что может принести пользу душе, и в этом занятии проводишь большую часть своего времени. Я попытаюсь изобразить тебе остальное, что заслужит внимания, дабы занимаясь этим, ты получил прекраснейшую награду за твое желание. Итак, перед нами действительно произведение необыкновенно противоречия. Оно исполнено противоречия и по своей идеологии, и по своей жанровой структуре, и по как бы внутреннему монологу, который ведет сам с собой, внутреннему идеологу, который ведет сам с собой автор. Но эти противоречия, они не внешние, они не случайны, ибо они отражают то коренное противоречие, которое существует в сознании александрийских евреев во втором столетии до нашей, в момент, когда александрийская еврейская община наиболее процветает, когда она наиболее просвещенная, когда она генерирует новые идеи, новые тексты и находится в общем-то в переменных отношениях и с царской властью, и с александрийской греческой общей. У этих людей с одной стороны стремление пролить свет Торы на весь мир. С другой стороны страх перед тем, что излишняя откровенность при сообщении Таин Торы может поразить нечистивца. С одной стороны уверенность в том, что Бог является Богом всех, Богом всех, а не только Богом Израиля. С другой стороны они предлагают всячески отградиться от язычников, потому что от них можно заразиться всякого рода пороками. С одной стороны преданность греческой культуре, с другой стороны страх перед язычеством, которое несет эта культура. С одной стороны преданность царству египетскому и царю египетскому, с другой стороны очевидное опасение того, что времена изменились и что нынешние Толемеи их правление не столь благостно и не столь прочно, как предыдущих царей Толемеев. Вот этот раскол сознания, эта шизофрения, она в общем-то свойственна и впоследствии будет свойственна диаспоральным евреям. В свое время несколько позже филон Александрий я вам об этом рассказывал назовет себя космополитом и противопоставит себя микрополитом, то есть местечковым евреем. Но его космополитизм ограничен тем же самым, то есть противопоставлениями Израиля основного человечества. Это не значит, что он хочет загородить иудаизм и истины Торы от всего человечества. Это значит, что он не очень представляет себе, как эти истины проникнут во все остальное человечество и как все остальное человечество будет далее относиться Израилю. При том, что в это время нам известно, что празелитизм, переход в иудаизм приобретает уже действительно достаточно большой масштаб, особенно в той же самой Александрии. Короче говоря, противоречие между всемирно историческим характером, всемирно историческими претензиями иудаизма и его национальной этнической племенной сущностью. Это противоречие оказалось, в общем-то, смертельным для Александрийско-еврейской общины. Оно не могло не ввести эту общину, несмотря на самые ее лучшие намерения, в конфликт и с эллинской общиной, и с египтянами. И конфликт этот закончился, как мы помним, полным уничтожением Холокоста. Как впоследствии полным уничтожением закончилась судьба европейского еврейства и прежде всего немецкого еврейства. И за столетия до этого уничтожения, я вам рассказывал, уже немецкий историк Момзен писал, что антисемитизм сейчас, как и тогда в эпоху Римской империи, порожден тем, что евреи остаются евреями, во всем остальном делаясь такими же, как мы. Выход из этого страшного противоречия древность предложила трояки. Один выход – это то, что мы наблюдаем у собственно, на Александрийских евреев, то есть Холокост. Другой выход – это полный отказ от хохмаеванит, греческой премудрости, которую совершили палестинские евреи и вавилонские евреи. И третий выход, предложенный апостолом Павлом – нет ни эллинов, ни иудеев, ни мужчины, ни женщины, ни раба, не свободны, оно все едино во Христе. Мы знаем, что все не оказались едиными во Христе, в результате эллины стали христианами и продолжали ненавидеть евреев, а Израиль остался ивизраилем и, соответственно, продолжал ненавидеть бывших язычников. Эта как бы ситуация, к сожалению, не рассасывается или рассасывается не так легко. Но прежде чем мы покинем это послание, мы подумаем и посмотрим, где истоки всего этого самого рассказа о переводе Торы на греческий язык. Удивительным образом истоки всего этого дела мы находим в самой Библии, в Второзаконии, в книге, которая называется Второзаконие или дворин или дворин Действительно, что, собственно, происходит в послании Аристы? Царь приказывает переписать то. Не просто перевести, но переписать. С этого начинается, собственно, это послание. Говорится о том, что списки все абсолютно неаккуратны, и надо это дело переписать с тем, чтобы был нормальный, хороший, хорошо переписанный список. Но это ровно то, что приказывает Моисей или Бог уставим Моисея еврейскому царю. Мы читаем, в частности, во Второзаконии последняя речь Моисея, произнесенная им перед смертью. Это Второзаконие 17, 17 глава, 14-20 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь и поселишься на ней, и скажешь «Поставлю над собой царя», подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя». То есть царь должен быть из среды Израиля. Здесь у нас царь совсем не из среды Израиля. Он в Македонии. Дальше. «Не можешь поставить над собой иноземца, который не брат тебе». Это совершенно другое. «Только чтобы не умножал себе коней, не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайся более путем си». То есть оказывается нельзя возвращаться в Египет. Это говорит вам Тора. И она говорит скорее не евреям не возвращайтесь в Египет, а царю говорит не возвращай народ в Египет. А с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с александрийскими евреями, которые вернулись в Египет. И далее. «И чтобы не умножал себе жон, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Здесь у нас рассказ о серебре, золоте, о дорогих подарках, сколько угодно. Но когда он сядет на престол царства своего, он должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников Левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего, и постановления сии, чтобы не набивалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона, ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал в царстве своем и сыновья его посреди Израиля». Но тут мы видим, что опять-таки царю сказано, чтобы он вел себя так-то и так-то, чтобы надолго продлилась его власть, и для этого ему составить надо список законов. Список законов. «Деутерономиум», второзаконие, так это переведено на греческий язык. «Номос», я вам уже говорил, с точки зрения греческого языка и с точки зрения септуагинта, это и есть «Тор», закон. А это «Деутерономиум», второзаконие, то есть список, копия этого самого закона. На иврите это «Мишне Тора». Повторение Тора. Царь должен написать для себя повторение Тора, то есть ровно то, что делает Толемей Филадельф. Пишет повторение Тора. Впоследствии, кстати, сказать, вот это самое «Мишне Тора», это понятие легло в основу «Мишны», которая стала опять-таки основой устной Торы. «Мишне Тора» так назвал свое толкование «Мишны», великий еврестий, философ Маймани, Трампо. «Мишне Тора». с одной стороны, как и в рассказе о бесходе из Египта, послание Аристея выворачивает этот рассказ наизнанку, так и здесь царская заповедь о составлении списка Торы вывернута наизнанку. Уже не царь из среды Израиля, а македонский царь делает этот список Торы. С другой стороны, вроде бы то, что сказано в Торе, то и соблюдается, просто в других обстоятельствах, но соблюдается космополитически. То есть на протяжении всего своего послания автор его спорит с Моисеем, представляя языческое царство и язычников в крайне благоприятном свете и потом опять вдруг соскальзывая в отвержение язычников. Вот такое вот странное произведение. На этом мы закончим его разбор и на следующих занятиях перейдем уже к обсуждению других произведений и других событий из истории Александрийских евреев. Вопросы какие-то у вас есть? У меня нет вопросов. Насте тоже нет, наверное. Нет, да? Нет. Но если нет вопросов, то до следующего занятия и всего хорошего. До свидания. До свидания. горе! Не ! Не